6 апреля 2020 года по приказу Минздрава наша центральная районная больница стала госпиталем. Спустя год мы потихоньку возвращаемся к прежней жизни. 6 апреля вновь возобновляют свою работу несколько отделений. Перед их открытием глава района Александр Семеряков решил проверить готовность и убедиться, что с завтрашнего дня жителям Лобинского района больше не придется ехать за медицинской помощью в соседние муниципалитеты. Стоит отметить, что пока госпиталь продолжает свою работу. Ковидный госпиталь никуда не ушел. Он у нас будет находиться в отдельном взятом корпуса с отдельным въездом. И мы планируем открыть хирургический корпус, корпус первичного сосудистого отделения, где будут находиться больные с инфарктами, с инсультами, гинекологический корпус и в полную меру заработать роддом. Также у нас в планах в ближайшую неделю открыть корпус педиатрический. Несмотря на то, что мы работали в период госпиталя, мы продолжали ремонт, мы заменили лифты, осуществили кое-где капитальный ремонт, кое-где текущие ремонты. В отделениях соблюдены правила санэпид-режима. Мы получаем разрешение Роспотребнадзора, мы взяли смывы. То есть безопасность гарантирована для наших жителей. Благодаря мэрии и вниманию униципальных властей мы сделали въезд с улицы Леонтьева. То есть это будут раздельные потоки. Пациенты с ковидными пересекаться нигде никогда не будут. То есть это две отдельные территории. Вы можете обратить внимание на турникеты, которыми мы сегодня перегоражим больницу. То есть пациент не сможет попасть или родственник, заблудившийся на территории госпиталя. Это будет строго охраняться. С завтрашнего дня с 8 утра откроются ворота, зайдет персонал на свои рабочие места, и мы будем ожидать пациентов. Медицинская сортировка будет осуществляться в приемном покое, где созданы условия. Есть компьютерный томограф, рентген-аппарат, сопутствующая лабораторная диагностика, функциональная диагностика, и коллектив будет заниматься лечебным стационарным процессом. Открытие отделений – это хорошая новость, но главврач желает жителям Лобинского района крепкого здоровья и как можно реже посещать их. Лилица Океан, Георгий Сопов, Лапмедиа.